Всем привет, уважаемые любители Русской Рыбалки 4, с вами Медиазона ТВ. Сегодня мы находимся на озере Медвежье, точка 5531, клипса 16. Здесь мы сидим на линии золотистом. Ну, понятное дело, что кроме линия у нас есть и другая рыба, но тем не менее, именно его мы здесь высижим. Итак, точка у нас находится на пересечении квадрата F7, F8. Направление мы берем на яму, которая вот здесь перед нами находится. Грубо говоря, вот в трех с половиной метровую на клипсе 16. Показываю сборочки. Большой первый крючок, значит, оснастка классическая волосяная. Вот, большой первый крючок, 36-е поводки, 18-ый лидкор. Ну, это чисто, чтобы не сломать палку. Ну, это сугубо моя личная сборка, ребята, не обращайте внимания. Я лишь про то, что линии не привязаны к поводку. Вот, вы сейчас начнете ставить там 15-й, там 13-й, 9-й поводки. В принципе, можете, но здесь перелов, конечно, карп. Вот, ловлю на кокосы-сливки 14, кокосы-сливки 12, кокосовый крем. И вот такая вот повашечка. Молота-кукуруза, панировочные, сухари, кокосы-сливки 12, сливки 10, бисквит, кокосовый крем. Что могу сказать, повашка работает на нее, клюет не только линь, клюет неплохо карп чешуйчатый и даже голый. Вот, вторая сборочка. У меня кокосы-сливки 14-12, большой первый крючок. Дип-сливки, на него тоже, кстати, линь зашел золотистый, и ПВ-шечка у нас такая же. То есть, тут то же самое. 31,7 литкор, 36-й поводок. Ну, в принципе, я фрикцион венге никогда больше 28-го не затягиваю, поэтому нормально. Ну, здесь венга, видите, да, то есть она 27,5. Итак, значит, третья сборочка. Третья сборочка. Кокосы-сливки 14, кокосы-сливки 12, огромный первый крючок. Вот, тут 36-36 у нас, в принципе, классическая волосяная. Кокосовый нектар и опять та же ПВ-шечка с бисквитом. Что могу сказать, на точке мы находимся ровно час, за час нам клюнуло три линя. Три линя золотистые. Также у нас клюет один карп голый, много мелкого я отпустил. Понятное дело, что у нас достаточно маленькие бойлы. Ну, штучек, наверное, 7 мелкого я точно отпустил, может быть, даже 6. Где-то 5-7 точно отпустил, так что, в принципе, можно попробовать даже карпа голову здесь выселить. Капчешуйчатый клюет неплохо, понятно, из-за размера бойлов у нас много мелкого. Но, тем не менее, огромные какие-то гиганты заходят, отсортировать по массе на 16 килограмм залетел. Ну, и линь золотистый, что могу сказать. Кило 100, кило 400 и 2 600. Я думаю, что неплохой результат. За час, в принципе, три штучки клюнуло, и это балдеж. Всем ни хвоста, ни чешуи. С вами был MediaZona TV. Сейчас мы крокодильщиков вытащим. С вами попрощаемся. Вот у нас чешучий клюет достаточно активный, ребят. Ну, могу сказать, что на такие бойлы много мелочи. Но, тем не менее, посидеть можно. Нет-нет, каких-то 200 монет в час, может быть, чуть больше у кого-то. Ну, вот и как я вам говорил, то есть корм голы, в принципе, поклевывает достаточно неплохо. Чешуйка. Ну, ребят, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok